Дорогие участники конференции, уважаемые коллеги, дорогие наши партнеры, мы рады приветствовать вас в этом зале уже восьмой раз на важном и значимом для нас мероприятии. Но прежде чем предоставить приветственные слова и открыть нашу конференцию, позвольте попросить вас почтить минуты молчания погибших при террористическом акте 14 человек, 50 ранено среди этих людей наши студенты. Это большая трагедия для всего нашего народа. Я думаю, что наша минута молчания привнесет живущим всем нам энергии жизни и память ушедшим. Благодарю вас, дорогие коллеги. Теперь приступаем уже к работе, к торжественному открытию восьмой международной конференции, которая уже приобрела бренд под названием «Архитектура финансов». Открывает наше мероприятие Максимцев Игорь Анатольевич, который в настоящее время находится в командировке, но тем не менее свое приветственное слово он обращает ко всем нам. В силу обозначенных обстоятельств руководство Санкт-Петербурга передало приветственные слова нашей конференции, и вице-губернаторы не смогли присутствовать на мероприятии, но тем не менее пожелали нам всем удачной работы, плодотворного дня. А для продолжения приветственного слова нашего ректора я предоставляю слово проректору по научной работе, доктору экономических наук, профессору нашего университета Горбашко Елене Анатольевне. Уважаемые участники конференции, коллеги, партнеры, гости. Прежде всего от лица ректора, от всего коллектива нашего университета я хочу поприветствовать вас сегодня на нашей международной конференции архитектуры и финансов. Прежде всего хотелось бы поблагодарить вас, что вы приехали сегодня в это непростое время для нашего Санкт-Петербурга и страны на конференцию. Выразить особую благодарность участникам конференции из других городов и стран. Мы чувствуем вашу заинтересованность, дружескую поддержку и участие. Международная конференция архитектуры и финансов организовывается нашим университетом уже восьмой раз. И с каждым годом она развивается и совершенствуется. В этом году конференция проходит под слоганом «Иллюзии глобальной стабилизации и перспективы экономического роста». Действительно, мировой кризис принес уже большие потери. Для всей мировой экономики они оцениваются в сотни миллиардов долларов. В этих условиях, наверное, традиционные рецепты международной помощи зачастую оказываются бессильны. Поэтому все более актуальным становится вопрос о переустройстве глобальной финансовой системы. Реформирование глобальной финансовой системы предполагает серьезные перемены. И это процесс не одного года. Косметический ремонт типа усиления роли Международного валютного фонда будет явно недостаточным. Требуются кардинальные изменения архитектуры всей финансовой системы. И актуальным становится вопрос об определении целей этих изменений, методологии функционирования и организационной структуры новой финансовой системы. Россия как крупный актор на мировой арене, безусловно, должна принимать в этом активное участие, а не оставаться пассивным наблюдателем. В этой связи целесообразно не просто посмотреть возможности участия России и других стран в этом мирохозяйственном процессе, но и понять основные вехи и перспективы развития мировой хозяйственной системы, осознать те движущие силы развития современной экономики, которые могут дать новые импульсы роста и развития. В рамках заявленной темы конференции возникает очень много вопросов, и они заявлены в повестке дня нашей конференции. Это и вопросы, способен ли рынок регулировать отношения в сфере финансов, какова роль и функции государства, полномочия в сфере влияния банков, какова роль России и других стран в формировании будущей финансовой системы и многие-многие другие вопросы. Открывая сегодня конференцию, я хочу пожелать ее участникам плодотворной работы, новых интересных, продуктивных идей и новых возможностей и контактов для их реализации. Спасибо вам большое за внимание и успехов вам в работе. Ежегодно проводимая нами конференция поддерживается Северо-Западным главным управлением Центрального банка России. И для приветственного слова я приглашаю заместителя начальника Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Вадима Владимировича Пивоварова. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, разрешите поприветствовать вас от имени Северо-Западного главного управления, от члена Совета директоров, начальника Северо-Западного главного управления Надежды Алексеевны Савинской. Дорогие коллеги, рады приветствовать вас на ежегодном апрельском форуме Санкт-Петербургского государственного экономического университета, в котором постоянно участвуют известные ученые и эксперты ведущих российских и зарубежных университетов, авторитетные представители банковской системы, финансовых, страховых, оценочных, аудиторских компаний, безусловно саморегулируемых организаций, ассоциаций и союзов, органов государственной власти. Видите, как нас много. Особенно важным является тот факт, что уже восьмой форум является стартовой площадкой для рождения инновационных идей креативно мыслящих молодых ученых. Вчерашний день, как мы знаем, Вероника Георгиевна отдельно об этом рассказывала, я думаю, что будет еще рассказывать, стал ярким подтверждением этого. Новое видение молодых ученых, подкрепленное фундаментальным опытом известных представителей научного мира и авторитетных практиков от кредитных и финансовых организаций, каждый год дает нам всем дополнительный импульс в развитии передовых подходов, что, конечно, особенно важно в условиях современной стремительно меняющейся ситуации на финансовых рынках. И не случайно, что программа конференций с каждым годом включает в себя все более сложные и сложные вопросы в условиях качественного изменения глобального финансового ландшафта мировой финансовой системы ставит перед всеми участниками рынка задачи подумать и внедрить подчас нестандартные и непростые изменения, к которым мы, наверное, за последние три года с вами, можно сказать, уже даже и привыкли. В этих непростых условиях Банк России сегодня и сам находится в процессе серьезных структурных и функциональных изменений, в том числе изменений, связанных с территориальным устройством сети Центрального банка, сети регуляторов. Делается это в целях создания современного высокотехнологичного регулятора, способного выполнять миссию обеспечения финансовой и ценовой стабильности и содействию развития конкурентоспособного финансового рынка. В данной связи нам представляется, что обмен мнениями, который происходит на различных площадках и, в частности, на нашем форуме, исключительно важен и позволяет обеспечить поиск тех самых продуманных решений, которые в то же время будут иметь и важную, и прочную научную основу. Это относится, в частности, к новым подходам в имплементации государственной денежно-кредитной политики, требующим использования всего инструментария таргетирования инфляции в целях достижения одной из главных стратегических целей Банка России на современном этапе – ценовой стабильности, путем снижения и поддержания уровня годовой инфляции на уровне 4% и, соответственно, снижения инфляционных ожиданий до уровня сопоставимых с инфляцией, потому что вторая составляющая является не менее важной, чем та цифра, которую я назвал чуть ранее. Очень важно сегодня обсудить инновации в национальной платежной системе, появление и активную эмиссию карты МИР, позволяющие обеспечивать увеличение доли безналичных платежей. Надо отдать должное жителям нашего города, которые уже активно пользуются картой МИР при совершении своих платежей за товары и услуги, позволяя Санкт-Петербургу уже в настоящее время занимать одно из лидирующих мест по внедрению и использованию национального платежного инструмента среди других регионов Российской Федерации. Здесь, позвольте сделать небольшое отступление. Мы хотели бы сказать, что внедрение национального платежного инструмента карты МИР мы начали в частности с себя. В Северо-Западном Главном Управлении при поддержке нашего партнера по зарплатному проекту исторического партнера уже более 10 лет является им Сберегательный Банк Российской Федерации. Прошу не рассматривать это в качестве рекламы, а просто как констатация факта. В течение ноября и декабря мы выпустили для всех сотрудников Северо-Западного Главного Управления, включая все наши 9 отделений, более 5000 зарплатных карт МИР. Вот, например, моя карта МИР, я готов вам ее показать. Уже более двух месяцев я получаю зарплату на карту МИР и активно использую этот платежный инструмент. В настоящее время Центральным Банком Российской Федерации проводится активная работа с кредитными организациями по обеспечению раскрытия банкоматной и терминальной сети, то есть та работа, которая позволит обеспечить готовность инфраструктуры к массовому приему карт МИР. В целом, в Российской Федерации до конца этого года должно быть имитировано порядка 20 миллионов платежных карт МИР. И в ближайшее время стартует очень большая работа, которая будет связана с переводом зарплат, иных пособий и выплат, которые получают прежде всего работники бюджетной сферы на карты МИР. Степень раскрытия в Северо-Западном федеральном округе готовности банкоматов и терминальных сетей к приему и использованию карты МИР в настоящее время составляет порядка 90%. Наш KPI, который мы ставим для себя на ближайшее время, на ближайшие полмесяца, обеспечит раскрытие и готовность на уровне 95% от этого показателя. Ну, естественно, каждый из нас, из работников Северо-Западного главного управления, оплачивает покупки и коммунальные платежи карты МИР. У нас завтра будет отдельное выступление нашего работника, который тоже присутствует здесь, начальника отдела управления платежной системой расчетов Орловой Натальи Сергеевны, которая подробно ознакомит вас с этой интересной темой с точки зрения видения регулятора. Безусловно, не менее важная тема, которая планируется к обсуждению в ходе нашей конференции, это дальнейшие пути реализации национального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Исключительно важная тема на современном этапе, и вы все, я знаю, и это действительно так, вовлечены активно в этот процесс. Все эти, а также другие не менее актуальные аспекты современного развития финансовой культуры, безусловно, вызовут немало интересных дискуссий в ближайшие два дня. Северо-западное главное управление Центрального банка, в котором трудятся выпускники экономических вузов и большая часть их выпускники Санкт-Петербургского государственного экономического университета, всегда являлась базой для проведения научных конференций с участием молодых талантливых ученых, которые всегда могли использовать нашу площадку для реализации своих новаторских идей. Независимо от того, кто был организатором этих конференций, я имею в виду теперь большой наш Финек, потому что были конференции Инжикона, мы все о них помним, были конференции Финека. В независимости от того, кто был организатором конференции, на конференциях всегда выступали выдающиеся ученые и практики. Огромную роль в проведении этих научно-практических мероприятий играл известный талантливый ученый, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации Галина Николаевна Белоглазова, которая была душой всех научных дискуссий и не только выступала с содержательными докладами, но и была великолепным модератором. И это действительно так, была большим другом Центрального банка Российской Федерации. Организационный комитет конференции принял решение, начиная с прошлого года, проводить белоглазовские чтения, отдавая дань памяти выдающемуся ученому, признанному практику, педагогу и замечательному человеку. По сложившейся традиции, в рамках белоглазовских чтений, которые пройдут завтра на площадке Северо-Западного Главного управления, участники конференций, молодые специалисты, ученые, профессорско-пребодавательский состав университета смогут обсудить самые актуальные вопросы развития финансового рынка, трансформации бизнес-функции регулятора, а также в рамках мероприятий историко-финансового просвещения. Посетить Музейно-экспозиционный фонд Северо-Западного Главного управления и познакомиться с интересными фактами из истории Государственного банка. Желаем, чтобы увлекательная работа участников конференции, содержательные доклады, наполненные духом новаторства, как всегда, диспуты и дискуссии, стали прочным фундаментом для продолжения научных исследований и претворения в жизнь продуманных практических решений и рекомендаций в целях обеспечения финансовой и ценовой стабильности экономики нашей страны. Начальник Северо-Западного Главного управления, доктор экономических наук, профессор, член Совета директоров Надежда Алексеевна Савинская. Успехов, коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья! Позвольте поприветствовать всех участников конференции, научно-практической конференции. Для нас действительно это огромная часть быть сегодня здесь на протяжении длительного времени, как сказала Вероника Георгиевна, наш банк и Санкт-Петербургский государственный экономический университет связывают не только партнерские, но и дружеские отношения. И нам, конечно же, безумно приятно участвовать сегодня в этом мероприятии. Данная площадка, она уже традиционно объединяет экспертов, ведущих экспертов различных университетов, учебных заведений, представителей правительства, финансовых организаций. Конечно, статус данного мероприятия, он все выше и выше. Действительно, технологии очень стремительно развиваются, и экономические преобразования, которые мы видим, они тоже вносят коррективы во многие сферы отрасли. Банки в этой связи, они более традиционны, более консервативные институты, но тем не менее и банкам на сегодня приходится достаточно серьезно, спасибо огромное, не слышно, сначала повторить. Банкам, конечно, приходится тоже изменяться под новые реалии. И, конечно, когда мы говорим про банковское сообщество, мы уже в меньшей степени конкурируем какой-то продуктовой линейкой, мы в большей степени конкурируем инфраструктурой, которую мы должны выстраивать вокруг наших клиентов. Безусловно, я уверен, что каждое выступление сегодня, каждая дискуссия будет очень полезной и насыщенной для каждого участника. От имени Сбербанка и лично от имени председателя Северо-Западного банка Виктора Анрикевича Олонса еще раз благодарю организаторов данного мероприятия за возможность участвовать в конференции и желаю всем продуктивного дня. Спасибо огромное. Сотрудничество с банковским сообществом развивается и наши отношения крепнут с филиалом Россельхозбанка. И позвольте представить вам нового директора данного банка и пригласить его выступить с приветственным словом Солдатенков Олег Владимирович. Пожалуйста, Олег Владимирович. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Спасибо огромное, что пригласили поучаствовать. Позвольте от имени Россельхозбанка поприветствовать и пожелать нам с вами плодотворной работы, плодотворной дискуссии в рамках сегодняшней конференции. Очень символично название конференции, иллюзии глобальной стабилизации. Надеюсь, что в течение сегодняшнего дня и завтра силами ученых, лучших ученых, силами практиков бок о бок мы с вами избавимся от иллюзий и договоримся для себя о возможностях, о перспективах экономического роста. Банки на сегодня, на мой взгляд, делают очень много для экономического роста и с реальным сектором взаимодействуют, особенно с малым и средним бизнесом. Поэтому очень ценно нам, например, будет услышать мнение, предложение, идеи научного сообщества и посмотреть, как мы сможем их использовать в нашей работе. Желаю нам всем с вами, вам лучшим представителям науки, нам, специалистам финансового сектора, вплотную подойти к решению стоящих перед нами задач и очень плодотворно провести эти дни. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь позвольте, пожалуйста, я предоставлю слово нашему верному партнеру, руководителю банка, который уже более четырех лет поддерживает наших студентов большим стипендиальным фондом. Программа «Альфа-шанс» зарекомендовала себя уже по всей России. И наш УЗ одним из первых удостоился чести участвовать в данной программе. Банк, с которым мы рука в руку реализуем много совместных инициатив, я приглашаю с приветственным словом Троицкого Михаила Вячеславовича, управляющего филиалом «Альфа-банка» в Санкт-Петербурге. Спасибо большое. Всем добрый день, хорошего дня. В первую очередь хочу поблагодарить организаторов научно-практической конференции архитектуры и финансов, конечно, руководство ВУЗа Санкт-Петербургского государственного экономического университета в лице ректора Игоря Анатольевича и, конечно же, его верную помощницу Веронику Георгиевну, которая является душой этого форума, все мы знаем. И очень приятно, мы в динамике видим развитие форума, этой площадки научно-практической. И я с удовольствием вижу, что и зал расширяется, и президиум растет, и статус спикеров значительно повышается. Мы, как банк, очень внимательно отслеживаем все работы и итоги данной площадки, данного форума, всегда получаем их из рук Вероники Георгиевны и досконально изучаем. Потому что, наверное, как у банка есть заказчик-клиент, так и у вашего форума есть заказчики, в том числе и банки. И не только, конечно, банки, другие коммерческие структуры, страховые компании и так далее, которые, наверное, приходят к вам со своими болями, планами, стратегиями, видениями будущего. А вы, как научное сообщество, научной мыслью, вы можете скорректировать, подправить, дать верный сигнал и так далее. Потому что мы все видим, как сейчас динамично развивается финансовое пространство, экономика, не только мировая, и в стране нашей. И чтобы нам всем благополучно выбрать верный путь, новое направление, какую-то новую идею, конечно же, нужно взаимодействовать. Что мы, по сути, делаем. И, конечно, я желаю, чтобы наш форум, ваш наш тоже форум процветал, бурлил новыми идеями, новыми мыслями, новыми докладами. Вчера буквально у нас тут уже было приглашение. Мы участвовали в докладах молодого, новой, молодой плеяды научных сотрудников. И мы уже почерпнули много интересных идей. Вот сейчас вернусь, будем обсуждать с коллегами. Спасибо вам большое. Хорошего дня, хорошего форума. В добрый путь. Действительно, дорогие коллеги, наш труд не пропадает даром. Интерес увеличивается к нашим идеям и творческим планам и участия научного сообщества в реализации сопряжения, процесса сопряжения науки и практики. И сегодня и завтра на наших площадках будут задействованы более 400 специалистов и участников и слушающих, слушающих, участвующих в нашем форуме. И мы, как всегда, счастливы, что наши вузы-партнеры, финансовый университет при правительстве, всегда рады приветствовать высшая школа экономики, государственный университет. Другие вузы России откликаются на наш призыв обменяться мнениями и приезжают на эту площадку. Огромное сообщество международное заинтересовано и заочным участием, и в прямом непосредственном участии. И сегодня мы с вами услышим доклады специалистов высочайшего класса из Франции, Китая, Германии, Швейцарии. И представители Польши тоже вместе с нами. Поэтому, дорогие коллеги, я искренне надеюсь, что большое удовольствие мы все получим, много интересной информации для размышления, для творческих и научных идей. И сейчас для работы уже непосредственно в пленарном заседании мы приглашаем наших спикеров занять места, а наших уважаемых приветствующих места для гостей. Продолжение следует...